2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. И мое сегодня послание, оно, конечно, непосредственно связано с постом Данила, который мы проходим уже сегодня 20-й день. Когда наша община уже проходит 20-й день, завтра 21-й, некоторые, кто проходит этот пост, уже, наверное, кричат «Аллилуйя! Наконец-то мясо уже будем кушать!». Друзья, недолго радуйтесь, у нас 26-го, 27-го, 28-го февраля пост Эстер, если вы помните, да? Обязательный уже, если Данила был как бы так предлагаемый на ваше усмотрение, то здесь обязательно будет пост для всей общины. И есть темы для того, чтобы молиться. У нас много-много ситуаций в общине, которые с людьми, которые необходимо нам пройти. Потому что что пост Данила, что Эстер — это все было направлено на то, чтобы человек стал свободным. Кому нужна свобода? Да? Вообще всем нам. Многим. Мне, например, нужна свобода, чтобы я хорошо спал. Да? То приходится думать, подумать, думать, думать. Поэтому до многих из нас есть разные у вас свободы. И это необходима часть нашей жизни. И все-таки я буду сегодня говорить об истории с Моисеем. Однажды я говорил уже историю о посохе Аарона. Если вы помните, это, может быть, было лет 10 назад. И да, кто-то хорошо помнит эту историю. Кто-то потом мне сказал, да, рэбэ, вы что-то самое, так дерево кромсали хорошенько и так далее. Но многие получили ответ для своей жизни и своего призвания. Сегодня я затрону непосредственно тоже историю с посохом. Но с посохом Моисея и история с Аароном тоже будет пересекаться в этом послании. Исход четвертая глава. Давайте мы откроем. Я начну с первого стиха по четвертый. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не являлся тебе Господь, что сказать им?» И сказал Господь, что в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, броси его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост. И он стал жезлом в его руке. Я на самом деле никогда не пытался быть заклинательным змей. Никогда. Хотя я видел ужей, еще всяких тварей присмыкающихся. Но никогда у меня не было желания оказаться одним из тех, кто пытается контролировать змею. Достаточно пересмотреть национальную географию, и ты поймешь одну прекрасную вещь, что змею нельзя брать за хвост. Ее нужно чем-то придавить и взять ее сзади головы. И тут, знаете, говорит о том, что Бог обращается к муше и говорит, ты возьми ее за хвост. Был бы я на месте Моисея, наверное, я бы не так стал бы еще разговаривать. Вопрос ко мне можете задать, с каких пор Моисей стал косноязычным, или слово такое, как заикой. Наверное, с того момента, когда Бог ему начал говорить, Моше, ты давай, возьми ее за хвост. Он сказал, зачем? Наверное, с тех пор, наверное, так и произошло. Я не знаю, это просто мое личное мнение. Но Господь, обращаясь к муше, определяет ему малую часть в данном экзамене, намекая на то, что он позаботится о больших переменах. Ты, муше, делай то, что ты можешь. Бог говорит, ты делай то, что ты можешь. А я позабочусь о том, что не под силу тебе. Часто в нашей жизни Бог от нас требует, даже и в опасных ситуациях, делать то, что мы можем, а Бог сам позаботится о том, что нам не подвластно. Я прочитаю перевод, современный перевод, это же отрывка. Бог спросил Моисея, что у тебя в руке? Мой дорожный посох, ответил Моше. Брось свой посох на землю, сказал тогда Бог. Моисей бросил свой дорожный посох на землю, и тот превратился в змею. Моисей испугался, бросился бежать прочь. Но Бог сказал ему, протяни руку и схвати змею за хвост. Моисей протянул руку, схватил змею за хвост, и как только он это сделал, змея снова стала дорожным посохом. Здесь обращение Бога идет к посоху. Бог, услышав стинание народа, которое было обещано, свобода, избавление и обетованная земля, выбирает Моисея, как человека, который предварит планы Господня о бесходе народа из Египта. Моисей уже пытался однажды освободить народ, и это провалилась вся его идея. Он убежал, и теперь скрывался от гнева фараона, встречаясь с вызовами собственной веры. Бог обращается к Моше и привлекает его уже надеяться не на собственные силы, а на то, что Бог будет с ним. Сегодня я обращаюсь к тем, кто, возможно, убегает, как Моисей, от своего призвания. Многие из нас имеют чувство, что Бог коснулся однажды в нашей жизни к ситуациям, в которых мы были. Мы чувствуем, что Бог призывал, и мы чем-то обязаны Богу воздать служение, призывание, делать нечто, но при обстоятельствах мы пытаемся убежать, потому что однажды или когда-то у нас не получилось сделать то, к чему Бог нас призывал, как Моисей. Нам как будто нужен второй шанс. У Бога есть единственное призвание в этом мире, и это призвание, конечно, Он отдает и Моисею. Это призвание вызволения пленных на свободу, угнетенных из родства, больных к исцелению. К этому призвал нас Господь, благовествовать время Господне благоприятное. И, возможно, когда Господь обратился к Моше из горящего куста, говоря к нему, сними, сандалийся, обувь свою, ибо ты стоишь на святой земле, это было обращение с намеком «перестань бежать от твоего призвания». Потому что кто может без обуви бежать по пустыне? Кто сможет это сделать? Может быть, и там есть другая интерпретация. Но хочу сегодня говорить более такое, доступное для нас. Когда мы находимся на святом месте, когда Бог касается нас, когда мы чувствуем, что наша жизнь изменяется, Бог говорит, сними свою обувь, которую ты повседневно ходишь и убегаешь от своего призвания. Время пришло поговорить. Как и многие из нас, мы чувствуем в нашем призвании дары, которые Бог открывает внутри нас, предназначенные для людей, которые находятся в Египте, в Египет, которые прообраз этого мира, рабство, в котором люди находятся, и вызволять их из плена. И как всегда, как умные люди, всегда задают вопрос, вопрос о том, дай мне значение, знамение, каким образом вообще я должен служить? А если люди не поверят мне? Если люди не поверят, когда я им благовествую? Если я не поверю, когда я им говорю о том, что Бог изменил мою жизнь, что я был никем, звали меня никак, я умирал, и Бог меня спас и изменил мою жизнь. Что если я пойду по своему призванию, и они не поверят мне? Как спрашивал Моисей. Вопрос простой. Что в твоей руке? Что в твоей руке? Обыкновенный пастуший посох, обтесанный ножом из обыкновенной ветки, сломанной с дерева. Бог обращается и говорит, брось ее на землю, освободи то, что зажато твоей собственной рукой, за то, что ты держишься. И то, что было природно, то, что было естественным, то, что было, знаете, вот нормальным, становится и приобретает компонент сверхъестественного, чудотворного и невероятного для каждого из нас. И Бог хочет явить свое невероятное присутствие в нашей жизни. Если бы я сегодня тут ходил среди вас просто с какой-то палочкой в руках, да, я бы никого не впечатлил. на самом деле никто бы даже не обратил внимания, что у рыбы какая-то палочка можно сказать дирижерская или же вот карандаш. Но если бы сегодня вытащил немножко живую змею, ну и так, с ней бы так. Она не ужик, нет, так не ужик, а такой, что еще раскрывает панцир, да, я бы сто процентов вашего внимания привлек. Да, мгновенно. Выглядело бы это очень сенсационно. Кто-то бы сказал, рыба размахивает змеей, коброй, подчинитель и покоритель кобры. Сразу бы внимание, сенсация, и вот никто там не укусил, не ужалил, он остался живым. Для того, чтобы принять наше призвание, нужно конфронтировать свой страх. Страх неудач, которую мы потерпели. У Моисея такой страх был. Он пытался однажды собственными силами делать то, что ему казалось правильным. Но в этот момент Бог призывает, и поэтому нам необходимо не бежать от своего призвания, но, наоборот, повернуться к нему. Повернуться. То, что было естественное, простое и неприметное, внезапно стало сверхъестественным. То, что в нашей жизни, те дары, которые у нас есть, то, чему мы призваны простое, может быть, невзрачное, внезапно станут Богом избранным инструментом. Важно понять, что Моше понимал, что Бог его призывает. Он понимал, что ему предлагалось нечто необычное, но в тот момент, когда он схватил его, змею обратно за хвост, змея превратилась в посох. Иногда Богу нужна обыкновенная палка, обыкновенная палочка, посох. Ему не нужен сам интеллект человека, ему не нужно даже объяснение, что человек вербально говорит, как он говорит. Богу нужен твой разум, твой ум, твое образование, ему нужно насколько просто ты подходишь к сверхъестественному, в надежде на Бога. Бог не спросил, о чем ты думаешь, Моше, о чем ты думаешь. Бог не спросил вообще, как ты будешь говорить, Моше, к своему народу. Бог просто говорил, что в твоей руке. Но все, что Богу нужно было, так это было то, что было в тот момент у Моисея для работы, тот посох. Для Бога не важно регалии, для Бога не важно красота, мудрость человека, когда идет призыв к пробуждению. Бог хочет использовать то, что может быть незрачное, невлиятельное, некрасивое, для того, чтобы сделать свое пробуждение. Бог берет обыкновенно, ничем не приглядную ветку и делает из нее опору. Он бросает ее на овечью тропу и делает сверхъестественное. И этим сверхъестественным являешься ты и я в этом призвании. Ой, кто-то там разговаривает. Когда Бог задумал проявить свое чудо, все, что ему нужно было, это палка. Да, обыкновенная палка, которая была сделана или сломана с ветки. для того, чтобы раздвинуть море, Бог использует посох, палку, чтобы сделать трассу для исхода и также закрыть ее, когда враги преследуют его народ. Когда народ не мог пить горькой воды, Бог использовал кусок или ломаную ветку, для того, чтобы сделать ее сладкой и утолить жажду народа Божьего. утонувший в топор при строении школы пророков, да, и мы когда видим, что останавливается проект Божьей, Божьей мечты или Божьего предназначения, Бог использует всего лишь ветку, для того, чтобы вытащить топор и продолжилась работа строения, чтобы продолжилось все. Все, что Богу нужно было, так это простая ветка. Простая, незрачная ветка для великих дел, такие, как ты и я. Бог хочет использовать то, что кажется непригодным, незрачным, для того, чтобы сделать великое. Бог использует ветку для строения своего дома. Я научился тому, чтобы быть простой веткой, куда бы ни послал, чтобы Бог не направил меня делать, я знаю, что я становлюсь этой веткой, которая может сделать одну вещь, прославить его, а себя оставить в унижении. Если мы только начнем думать так, что в нашей жизни Бог должен прославиться. Однажды Бог взял шесть лет назад нас с Татьяной в Зимбабве, в Африку, посреди этих зарослей, посреди племени Лэмба, чтобы там благовествовать, там учить. Это было шесть лет назад, сегодня восемьдесят восемь общин, и этому нет предел. Быть веткой, ему слава, а нам еще билет на май месяц ехать туда. Богу слава, а нам билет. Но вы не можете не отпустить меня. Деяние апостола 28.3 Павел набрал охапку хвороста, и когда он бросал его в огонь, выползла, спасаясь от жара, змея, и впилась ему в руку. Вау! Все остальные неверующие наверное не перекрещивались, а чур-чур не мы. И смотрели, когда и как он будет умирать. Вот злой человек, не зря змея его укусила. А это послужило для благовестия, и люди имели спасение. Когда Бог решил спасать погибающий возле этот мир, тогда он вонзил перекладину в землю, повесил на него своего сына, чтобы каждый, кто поверит в него, в сына, имел жизнь вечную. Поверит, что сам отец повесил своего сына за грехи людей, чтобы приобрести всех нас для себя, для его царства, чтобы мы имели жизнь вечную. Можем ли поверить, что Бог именно сам волзил в землю этот позорный крест? Дайте вам дать одну идею, мысль. Откуда Моше взял посох? Где он его нашел? Может, у своего тестя одолжил? Так, чтобы не работать сильно над ним. Или же все-таки обстоятельства, которых он жил? Ту профессию, которую он приобрел в тех, может быть, временах, где он жил, в той пустыне, где нужно было ходить. Не пройдя путь, который он прошел, собственных ошибок, невозможно было найти, просто не приобрести посох. наверно, он смог найти эту ветку, обрубанную или обломанную, и выточить из нее то, что даст ему опору, надежду и защиту. Так и с нами бывает. Мы, проходя пустыней, жизненной пустыней, находим только в ней, в этой пустыне, этот посох, на который можно опереться. Только в пустыне можно найти этот посох, который, может быть, ничем не привлекающийся. Да, при хороших обстоятельствах можно было и хорошую палочку найти, железным колоконечником, взял тебя под ручку, но в пустыне, при тяжких обстоятельствах нашей жизни мы находим посох. Если бы несложности, не трудности нашей жизни, тем более у каждого из нас они есть, если бы не эти трудности, мы не смогли бы ответить на его призыв, сказать, Хененни, вот я, пошли меня. Не найдя пустыни ветви, невозможно увидеть сверхъестественное. Не найдя эту ветвь, нельзя сделать посох и разделить море, получить воду, одержать победу в войне. Моисей нашел эту надежду, можно сказать, опору в пустыне. Когда ты проходишь жизненную пустыню в своей жизни, кажется, для нас как пустой тратой времени, а зачастую пустыня ненужным опытом. Мы когда проходим, лучше бы я этого не проходил. Помните, да? Мы всегда говорим, лучше бы этого у меня не было вообще по жизни, этого не произошло. Но хочу сказать, если бы ты не прошел эту пустыню, ты не нашел бы тот посох, который Бог хочет использовать в твоей жизни. Только в пустыне ты можешь найти посох, который Бог испытавший может сделать чудо. Это благовестие людям. Помните школьные годы? Кто из вас вообще школьные годы вспоминает? Особенно времена, когда мы сдавали экзамен. Когда мы сдаем экзамен? Если мы не были готовы на экзамен, всегда включалась хорошая такая советская шпаргалка. Сразу мы ухитрялись писать эти шпаргалки на чем угодно, чтобы могли подстраховать и по себя. Некоторые люди, которые еще не были верующие, они начинали какие-то амулеты крутить. Там чур-чур, там 31 билет самый сложный. Там еще какие-то заклинания и так далее. Там где-то через плечо плевали. Что-то еще. Я был верующим человеком, когда я проходил школьный экзамен. Поэтому если я был неготовым, то я начинал сильно молиться. Господи, только не пятый билет. Только не пятый. Или наоборот, Господи, дай мне номер тринадцатый. Я его хорошо знаю, выучил. Это единственное, что я учил. И начинаешь молиться, начинаешь тарабанить в небо. и пытаясь последним пойти. И начинаешь у каждого спрашивать, какой билет. И уже примерно понимаешь, какие билеты, чтобы успеть подучиться. Потому что ты не готов. Но когда я был готов, вы знаете, я и шел первым. Или одним из первых. Я и шел такой морской походкой. Я знаю. Я уверен. Это не гарантировал, чтобы я получил хорошую оценку. Но я был уверен в себе. Потому что я готовился. Я ночами не спал. Я готовился. Я мог зачитывать эти ответы. Может быть, Моуша также был таким очень довольным. Когда он с этим посохом пришел к фараону в развалке моряка, хотя море, может быть, и не видел до этого, и говорит, отпусти народ мой. Помните, историю, что происходило? А фараон говорит, а не отпущу. А не отпущу. А Моуша говорит, а смотри. И кинул этот посох. И посох стал змеей. довольный, уверенный. Ну как? Нормально? Ну что? Кто теперь здесь хозяин? Да? Посмотрим. Ведь я же человек Божий. Мы так поступаем иногда, да? Я же человек Божий. Посмотрим, посмотрим. Кто здесь хозяин? но у фараона были люди, которые сделали то же самое, что и сделал Моше. Каким образом, я не знаю, потому что они были волхвы. Волхвы, которые делали фокусы. Но именно колдун не может сотворить чудо. он заменяет понятия. Творит фокус, используя ловкость рук и никакого мошенничества. Колдун не может сотворить чудо. Но знаете, мне нравится продолжение истории. Мне нравится, что происходит дальше. В то время, когда волхвы смогли сделать подобное, что сделал Моисей, только тогда весь Египет, я имею ввиду, все там их вельможи и правители, они наблюдали за той баталией змеиной борьбы, которая происходила. Такими словами, все наблюдали о том, что дальше будет. И вдруг посох Моисей, который стал змеей, стал поглощать ложь, обман, фокусы, манипуляции так называемых посохов. А посохи иногда власти. История начинается с одной змеи и заканчивается одной змеей. Услышьте меня. История борьбы начинается с одной змеи и заканчивается одной змеей. История искуплений начинается с одного Господа и им же закончится, когда он придет обратно. За своими. Не будет других. Он победит. В него руке слава, жизнь. Его руке искупление. чему я говорю? Когда мы говорим об этой истории поглощения конкурентов сверхъестественным успехом, всегда хочется, чтобы Бог был на твоей стороне. Когда мы видим историю, да, и конкурента посох Моисея съел, мы хотим, чтобы в нашей жизни, в нашем бизнесе, в нашем успехе, в нашей работе, всех наших конкурентов, которые против нас восстают, с теми же фокусами, да, были поглощены. Когда Бог поглощает конкурентов в нашем бизнесе, рабочем месте, просто наших врагов, которые против нас восстали, болезни, суета, какие-то вопросы, мы хотим, чтобы Божий посох поглотил все остальное. Но знаете, настоящее чудо не в том, что Бог взял обыкновенную ветвь и сделал из нее островогатное зрелище. За время моего служения, долгого времени служения, я виду людей, которые были простыми, ничем не выделялись, как многие из нас. Они впроголодь жили, были в недостатке, они любили Бога, ходили на собрания, в один день Бог начал поднимать их, они стали великими, они писали газеты, они собирали тысячи, они ходили в больницы, притоны, ночлежки, спасали людей, и тысячи-тысячи следовало за ними. за ними. Я видел таких людей, это уже за историю моего служения таких сотни. Но самая важная часть в истории Моисея и змеи не в том, что астравангантная сенсация произошла, а в том, что змея, которая символизирует сверхъестественное, при прикосновении Моисея за хвост возвращалась обратно в обыкновенный посох. Услышьте, о чем я говорю? Услышьте тему, которую я хочу сегодня донести, может, не только нашей общине, вообще верующим людям. Этот посох остался нормальным, не выше окружающих его. Не выделяющий среди собственных братьев. Не важничал перед другими ветвями. Не превозносился одноразовой работой, которую Бог его использовал. Не вспоминал прошлые победы над змеями фараона. Он вернулся обратно в обыкновенного сухого посоха. и иногда самое удивительное, что мы можем сделать, когда Бог использует нас сверхъестественным образом, это стать естественным, простым человеком. Вернуться обратно. Самое тяжелое состояние, потому что как много служителей и служений Богу воздвигли в этой стране. Как много хороших служителей поднялись именно в этой стране для того, чтобы Божье царство расширялось. И Бог их использовал сверхъестественно, но по какой-то причине они не могут вернуться обратно в свое первоначальное смирение. По какой-то причине они не в состоянии вернуться назад, быть обыкновенной веткой первоначального, когда Бог встречается с ними. Они не могут вернуться в свое естественное состояние и положение общества хотя бы между братьями и сестрами. Вернуться в обыкновенное смиренное состояние среди равных им людей. И это страшно. Может по этой причине мы не можем видеть торжествующую церковь, потому что многие не могут вернуться в нормальное естественное для них проживание. Можем ли мы после того, как Бог нас использовал в чем-то важном сенсационно вернуться обратно, потому что мы делали это просто, в простоте своей. И то, что мы делали несколько недель назад. Вчера ты только запел в группе прославления, и Бог особенно тебя использовал. Многие люди услышали твое пение, потом приходили к тебе и говорят, как ты пела или пела, это было божественно, и Бог прикоснулся или исцелил меня. А сегодня ты убираешь туалеты, подметаешь, просто служишь после собрания. Можем ли мы так? Вчера посетил людей в больнице и жизнь их изменилась, а сегодня ты работаешь за прилавком, продавая мороженое. Вчера ты благовествовал и пророчествовал на улицах города, а сегодня ты едешь за баранкой такси и зарабатываешь денежку. Возможно ли, что тебе предстоит возможность здесь проповедовать, с этой кафедры, молиться за людей. А завтра с обыкновением ты станешь в грубо порядка и будешь приветствовать людей. Давайте мы посмотрим в глубину своих амбиций. Особенно не надоедать пастору и служителям о том, чтобы освободить тебя в служении, которое третий раз пережил и ты почувствовал, что Бог тебя использует. Теперь нужно надоедать всем, потому что Бог использовал тебя. Стань нормальным. Стань человеком. Каждый день. Очень редко происходит, когда люди возвращаются к своим обычным делам. Очень редко происходит. Простым обязанностям помощника домашних групп, работаешь с детьми, наркоманами, служащих. Очень редко они обыкновенными становятся. Чаще всего, я вижу другое, человек простой, когда приходит в общину, он покаялся, он очень простой, он хочет везде быть, везде служить, он стулья собрал, там для него это счастье, прекрасно, он счастливый человек. Ты спросишь они там, помочь он сделал, они всегда участвуют во всем, но вдруг приезжает какая-то конференция пророки, и после пророческих служений ты видишь, уже все, человек очень красиво стоит в коридоре и ищет кого и с кем поговорить, как ему сказать, как сильно Бог его любит, и что у него есть особенное откровение от его жизни, и уже исчезает поднять стул, переставить, уже исчезает поднять бумажку, которая валяется, мы же стали особенными, мы стали какими-то важными, услышите мое сегодня послание, что с нами друзья происходит, что происходит, когда Бог берет ничего не значащее, ничего не имеющее в виду, да, использует как посох, мы один раз сделали работу Божью, произошло чудо, что происходит, что мы пытаемся оставаться на том же самом уровне, не возвращаясь обратно в обыкновенных людей, мы были хворостом, веточкой, неоттесанным поленом, веткой, палкой, как бы вы ни назвали, даже может быть были посохом многие, мы приходили на собрание, молитву, домашнюю группу, на каждое учение, образование, мы участвовали в каждом проекте общины или церкви, когда мы только начинали свое служение и бизнес, когда мы начинали свою работу, искали эту работу, то мы настолько желали, чтобы Бог делал с нами большего и больше, мы учились, и мы получали, если сегодня спросить у людей о том, сколько они искали работу, или же положение, или может быть, чтобы их бизнес развивался, если спросите, за вас молились, и после этих молитв, насколько сильно Бог изменял вашу работу, ваше служение, ваши бизнесы, вы расцветали, вы получали финансы, может быть, кто-то продвигался по служебной лестнице, да, это происходило, и это называется Божье чудо вашей жизни, вы видели Бога, который брал вас, баса среди пучин обстоятельств, где вы побеждали ваших конкурентов, где вы побеждали не потому, что вы какие-то особенно, потому, что Бог на вашей стороне, и Он хотел показать вам это чудо, вы видели поражение ваших недругов, ваших болезней, какие бы они ни были, вы были участниками, святились сверхъестественно, Бог стал поднимать вас, и вы преуспевали во всем, заняты своим успехом, стали, может быть, важными, недоступными, больше не получаете, получается вернуться обратно в состояние палочки, через время вообще из-за того, что вы настолько важны стали, что вас Бог поднял, что вы пропадаете из общины, даже если вы имеете автомобиль, квартиру, можете поехать в отпуск в Египет, что нормально, друзья, нормально иметь машину, квартиру, в Египет, не имеется в виду, чтобы его иметь, а ехать в Египет, на отдыхать. Но если это все, чего вы добились и кем вы стали, эта машина, квартира в Египет, если вы этим стали, тогда у Бога к вам вопрос, у Бога к вам вопрос. Могу ли я доверить тебе тот момент, когда я сделаю из тебя сверхъестественное, чтобы ты вернулся обратно и стал обыкновенным человеком до того, как ты получил откровение, процветание и победы. Могу ли я надеяться на твою открытость, помогать другим, когда я призываю тебя это сделать? Мы с вами находимся в предвестии перемен. Может быть, вы не чувствуете это, но я верю, что Господь приготавливает величайшие перемены не только в городе, но и в нашей стране, и вообще в всем мире. С одной стороны, одни говорят, это ужасные предпосылки всему, чему мы идем, а с другой, есть та благодать, с которой мы движемся дальше. Когда преуспевает зло, Бог открывает двери для того, чтобы изменять людей, и мы с вами в преддверии этих перемен, если я понимаю правильно Бога, я верю, что я вижу, что Бог приготовляет для каждой общины, для каждой церкви некое поле для деятельности, тогда Бог хочет нас, каждого спросить, что если я явлю в твоей жизни сверхъестественное, можешь ли ты пообещать, что вернешься к простоте твоих отношений, что я и ты это одно целое, только Бог в моей жизни сделал это. Естественное место это Бог, естественное о чем я говорю, это Бог, всегда оставаться палкой, тростью, посохом и веткой, готовы ли мы ответить Богу на такой же самый призыв? Услышьте меня и мое послание сегодня. Я не пытаюсь как-то изменить ваше мышление, я пытаюсь предоставить вам ту картину, которую может быть мы иногда не замечаем. Знаете, что бы мне хотелось видеть? как служителю, как пасту, как рэбе, людей, которых Бог поднял с нуля, вручил им бизнес, а они всегда приходят у дверей раньше всех и приветствуют, говоря, добро пожаловать, Бог с вами, Бог имеет встречу с вами, Бог хочет встретиться с вами. Мне хочется таких людей видеть, которые у дверей приветствовали прихожан, людей, которых Бог дал влияние и власть, они продолжают приходить и служить в видео и аудиослужениях, детском служении, чашечке чая, молиться за людей. Несмотря на свое положение, по какой-то причине мы превратно изменили эту мысль, что если ты богатый, значит ты значимый. Не так. не так. Тех, кому дал величайший талант музыки и творить песни, всегда видеть их посвященных, поклоняющихся в собрании верующих людей, а не сидящих в студиях звукозаписи или леющих себя и свой талант. Хочется видеть таких людей, таких. Марка 16 глава, 17 стих. У верующих же будут сопровождать все знамения, имени моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Символом змеи, не только символ зла, но и символ сверхъестественного. Знаете что? они будут брать змей. Что я имею ввиду? Символ змеи не только является символ зла, но также символ сверхъестественного. Мы видим здесь с Моисеем, несколько раз происходило, сверхъестественным, да, и мы здесь видим, что они будут брать змей. Помните, я дам небольшую идею, не то, что там как с Павлом, укусила его змея, что смертоносное выпьет и не повредит. А вот если мы используем то, что Бог дает нам дарование и использует нас в том даре, который происходит в нашей жизни, для спасения людей, тогда мы будучи видим это проявление сверхъестественное, мы можем, чтобы прикоснуться к Нему, и это не повредило бы нам, вернуться обратно в состояние раба, палочки. Я ожидаю служений в Украине, в теле Мессии, вообще, я ожидаю таких служителей в теле Мессии, которые с дарами исцеления, изгнания, порочества, истолкования, чудотворения, которых Бог просто откроет и бросит на арену этого мира, чтобы являть Евангелие там, в этом мире. Я ожидаю этого времени, и они не станут приобретать спортивные машины, белые костюмы, дорогие часы и финансовые пирамиды. я ожидаю, что Господь использует таких людей, которые будут чисты и возвращаться обратно в состояние палочки. Мы глина в его руках, мы мертвый посох, высохших от жары пустыни, мы палка отгоняющих хищных животных, и если Он призвал нас стать поглощающими, поглощающими, поглотителями змей, тогда это время для нас. Мы из обыкновенные люди, среди нас нету богатых, знатных, нету прокуроров, делегатов, депутатов, как слово нарицательное, нету. Но знаете, среди нас кто есть? Люди, которые каждый день на работе чинят машины, может вы механик, запачкавший свои руки в масле, меняя его, или монтируете сантехнику, делаете маникюр, или убираете квартиры. И в тот момент, когда вы находитесь в Божьем присутствии, делая свою работу, Господь открывает тебе возможность молиться за человека. ты призываешь Божье имя, и Бог делает свою работу, Бог производит свою молитву, по твоей молитве человек исцеляется от рака, Бог становится сенсацией для него, Бог становится сенсацией, а не ты. А вы продолжаете в поте своего помазания приобретать на пропитание. Возможно ли это? Нужно ли это? Таких поклонников ищет Бог, простых, покорных, трудолюбивых людей. Вы готовы сказать Богу, используй меня? Простых. Тогда у Него есть условия, чтобы каждый возвращался в свою человечность. Мы больше не видим, что Бог использует это в змею где-нибудь еще в Писании. Вот та, которая из жезла или там посоха. Одноразовая работа, но мы увидим, что этот посох Моше используется в течение сорока лет для многих изменений, перемен и ответов от Бога для народа Божьего. Змею мы больше не видим, между прочим, Бог обратился к представителям колен Израиля и говорит, знаете, у меня есть избранность, у меня есть тот, кого я изберу. Соберите от каждого колена по посоху. Напишите на них имена колен. Положите предо мною и, между прочим, Арона тоже. И, чей посох зацветет чего зацветет посох, того я избрал. Того я избрал. Из мертвого сухого посоха произойдет жизнь. Из мертвого сухого посоха произойдет жизнь. Расцветет он. Этот посох будет избранным. Вам скажу так. Много мертвых богов, много мертвых пророков, много мертвых религиозных лидеров и философов. И меня спрашивают, а почему Ишуа является единственным этим путем к Богу, что только через Него должны идти искать и находить Бога Отца? Я вам отвечу. Отвечу, как это отвечали в старые времена. Возьмите Буду, срубите, убейте, похороните. Возьмите Мухаббана, срубите, убейте, похороните. Возьмите Ленина, срубите, убейте, похороните. Возьмите Ишуа, срубите, распните, убейте, похороните. И тот, кто даст жизнь, является моим избранником. Тот, кто даст расцвет, тот станет моим. Кто из мертвых великих воскрес? Будда, Кришна, Мухаммед, Конфуций, Шнирсон, Ленин. Кто из них воскрес? И всех представителей религиозной элиты, которые представлены в этом мире, был только один посох, который расцвел в присутствии Бога. Его имя Ишуа. Ишуа есть Господь во славу Бога и Отца. Наш Спаситель и наш Господин. На последнее скажу вам следующее, последок. Во святая святых был ковчег. Под крышкой ковчега находилось три вещи. Скрижали, слово, которое Бог оставил для нас, потому что не одним хлебом будет сыт человек, но всяким словом исходящих из уст Божьих. Это для нас, чтобы мы изучали слово, знали его позиции. Там была манна, которая не сгнивала. Это означало, что, как символ того, что не ты своими руками зарабатываешь свое процветание, но Бог, который за тебя заботится каждый день. Там лежал посох Аарона. означающий простоту. Там не лежала засушенная змея. Посох, напоминающий нам быть обыкновенными, простыми, доступными, не превозносящими над чем людьми. Бог желает простых, незаносчивых в успехе людей. Простых, как трость, как хворост для людей. Ишуа говорит, Обианик, Йоханан, да, начал говорить, что вы смотреть, ходили в пустыню? Трость ли ветром колебленного? Сегодня обращение к каждому из нас, и мне в том числе. На что люди смотрят, когда встречаются с вами? Что они ходят смотреть? Ваш подвешенный язык, вашу харизму, ваше... Что они ходят смотреть, когда идут навстречу к вам? Ишуа говорит, я даю вам пример. Станьте на колени, припаясьте полотенцем, омойте ноги, будьте обыкновенными. Что смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, больше пророка. И здесь у вас то же самое. Когда люди будут ходить к вам, вы идете больше, чем пророк к нему. Вы идете тот, кто возвещает им жизнь. Даете им надежду. Сие есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Мы хотим пробуждения, мы хотим изменения, мы хотим, чтобы наша страна не оставалась таким, как есть. Тогда Бог посылает нас среди людей, чтобы приготовить путь Ему. Кем мы становимся? Мы становимся той палочкой, которая приготовляет путь Господу. И если вы хотите приготовить пробуждение, путь Господу, сверхъестественное, величайшее пробуждение, тогда мы должны быть готовы быть посохом в Его руке. Это мое послание ко всем вам. Я бы хотел, чтобы мы немножко размыслили над своей жизнью. Я ни в коем случае сейчас не унижал и не унижаю дарование, которое Бог дал телу Мессии. Я за, услышите, и надеюсь, вы услышали, я только за, за то, чтобы это все процветало. Но я хотел бы, чтобы мы оставались людьми. Чтобы вы понимали, когда тот больной или слепой или нуждающийся нуждается в Боге. Он не в вас нуждается. Он нуждается в Боге, а вы являетесь вестником. Все, что Бог требует от вас, быть открытым, быть послушным, сделать то, к чему вы призваны, и вернуться обратно в состояние человечности. И это наше дело. Давайте встанем наши ноги сейчас. если вы готовы к тому, чтобы принять от Бога это призвание, а надеюсь, это все, поднимая к Богу руки, надеюсь, мы сможем пообещать, что мы останемся человечными, чувствительными, палочкой, хворостом, палкой, может быть, неотесанным бревном, возможно, посохом, который уже имеет некие знания, как защищать, как делать свою работу. Но я молюсь о том, чтобы мы были людьми, доступны, чтобы мы могли пожать друг другу руки, могли стоять у дверей, служить здесь, носить, убирать, приходить, уезжать, быть посохом. Давайте споймем эту последнюю песню, которую вы пели. Это место, где есть Господь. Двое, трое собрались, там Господь. У нас есть возможность сейчас побывать, стать этим посохом, веточком, схватиться так за кого-нибудь, да, и говорить, ты веточка, ты веточка, ты посох. Не называйте там неотесанным. Это уже убогая суть. как мы себя чувствуем простыми. Многое может молитва. Не очень избранного человека, послушайте, а праведного, оправданного. Мне всегда очень пугает заявление многих великих, когда их критикуют, они говорят, на помазанника поднимаешь перст. Я думаю, дай Бог, чтоб я таким не был. Я не собираюсь говорить о помазанной, потому что у нас один помазанный. Потому что на еврите оно означает Мессия в машине. Я не хочу стоять на его месте. Знаете, почему? Потому что нужно будет быть распятым потом. Кто из нас готов быть распятым за людей? я знаю, что заплачено, но само понимание. У вас есть те дары, которые Бог освободил в теле Мессии. Молитва, вера, надежда. дайте дайте людям надежду. Дайте им надежду. Даже если им нужно проходить долиной смертной тени, дайте им надежду, что там за зоной достигности, да, там, где уже нету связи, он будет принят, он будет принят Богом, потому что он верит. А таких здесь, в Одессе, тысяч. Снарядитесь этой мыслью. Это пост непростой вопрос. Я заканчиваю именно этой позицией. Пост не делает вас выше, сильнее, умнее, не делает вас святее, более приливгированных, он открывает вам возможность стать вовремя. год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. этой Павли. Еще спасибо. Субтитры субтитры